Сейчас покажу вам, что у меня здесь есть. Гортензия у меня расцвели. Ёлка дала шишки в первый раз за лет, наверное, 7. Вообще-то эта маленькая, низкорослая ёлочка, она очень медленно растёт. Мне её подарила дочь на день рождения. Много лет назад я так люблю её. Это самая любимая моя ёлка. Видите, дала шишечки в этом году. Она меняет цвет, эта ёлка, в зависимости от того, как на неё попадает солнце. Она то голубая, то зелёная. Мои гортензии, мои туи, моя облезлая жаба. Жаба и куры у меня такие есть. Их надо привести в порядок, но моему мужу некогда. Я такой работой не смогу заниматься. У меня нет таких талантов. Вот моя новая гортензия. Она цветёт первый раз. Обещали, что она будет большая, высокорослая. Но пока такая, низкая, маленькая. Так, вот у меня моя грядка. Очень хорошо базилик вырос. Баклажанчики дали цвет. Морковку я рву, и мы едим. Она довольно-таки большая. Причём в теплице я посадила морковку. Она хуже, чем эта, которая на улице посажена. Та под зиму, а эта посажена сейчас. Вот пару месяцев назад, и уже морковка такая приличная. Перцы уже завязались. Парички есть. Топинамбур. Топинамбур, моя гордость. Очень трудно было найти сам топинамбур, чтобы его посадить. Но на добрая женщина, она дала мне, поделилась этими клубнями, и мы посадили топинамбур. Говорят, что он очень разрастается. Ну, дай бы Бог, чтобы разросся. Я буду его есть столько, сколько будет. Вот такая красота, когда всё покошено. Сейчас 6 часов утра. Я люблю рано вставать. И, кстати, никогда не любила долго спать, даже в молодости. Но сейчас я стабильно летом встаю в 5-6 часов утра. И лучше засыпаю тогда. Розы в этом году цвели хорошо. Да, Марусенька? Марусенька рада, что мы вернулись больше всех. Она очень не любит гостей в доме. Очень. Вот мой цветок. Был у нас сильный град. Его вообще побило. Он был такой дохлый. Сейчас восстановился. Мы приехали прям за 10 дней. Рассвел как следует. Вот у меня многолетние растут цветы. Я их уже не высаживаю. Просто пропалываю. Сейчас хочу вам показать лилии свои. Вот у меня, как я красивая лилии. Такие лиляши славные. Мне очень нравятся вот эти бордовые. Они прямо аж чёрные будут. Смотрите на эти голые места. Всё, что я в этом году высаживала, всё не принялось. Всё. Была у меня и малина разных сортов, и дерево из малины. Но я купила ещё три саженца. Плакучую черешню, плакучую шелковицу. Всё пропало. Ничего не выросло. И я буду покупать тёрпитомники. Вот так вот у меня. Это моя малина. Вот моя грядочка. Селенью. Буду практиковать и дальше. Мне понравилось. Только не буду так густо сеять. Потому что мне этого много. Вот эти вот ямы будут зиять. Я хочу на их месте что-то посадить. Потому что здесь же не просто яма. Здесь специально удобренная. Хорошая земля. Удобрения всякие. Жалко, если оно просто зарастёт травой. Так. Ну вот моя теплица. Видите? Огурчики. Баклажаны. Помидоры. Капуста цветная. Брокколи я уже срезала. Мы съели. Друзья, сегодня хочу вам рассказать, как проходит мой флешмоб. Вы часто спрашиваете. Наташа, вот прошло несколько месяцев после того, как вы объявили флешмоб. Вы похудели или нет? И как вообще худеете? И что у вас с сахаром? И так далее. Сегодня хочу сказать пару слов об этом. Если вам интересно, смотрите. Но у меня есть на канале добрые зрители, которые пишут мне иногда такие комментарии. Наташа, вы так похудели. Вы плохо выглядите. Вот раньше вы были такая красивая. А сейчас вы никакая... У вас большие синяки под глазами. У вас больные почки. И тут же предлагается мне, что я должна делать, как я должна лечиться. Сейчас открою вам великую тайну. Почему я выглядела так плохо? А сейчас вроде бы не так уже и плохо. Судя по вашим комментариям, по последним видео, в которых вы пишете, что выгляжу я неплохо. Ситуация вот какая. Почти год назад я сделала операцию. И сын мне по поводу этой операции подарил новый телефон. Значит, у меня был телефон Huawei. Он и есть сейчас. Я его обожаю. Много лет назад он тоже мне дарил этот телефон. А вот по поводу операции он подарил мне iPhone 14 Plus. Ну, как вы понимаете, это как Жигули и Мерседес. Я очень обрадовалась этому телефону. Но в этом телефоне очень высокая чувствительность. Его надо настраивать на видео. Что я только не делала, я не могу его настроить так, чтобы телефон показывал меня как бы в реальной моей действительности. Ну и что я делаю? Мучилась я, мучилась, читала эти комментарии, читала и решила, что буду снимать видео там, где я что-нибудь говорю. Я буду снимать это видео на своем старом телефоне. Вот сейчас я как раз снимаю его на старом телефоне. Что касается моего похудения. Значит, за год я похудела на 8 килограммов. Конечно, этому поспособствовала операция. Операция у меня была женская. Если вас это интересует, заходите на мой канал, там, где мой блог, смотрите. Я там все детально описала. Операция была тяжелая под общим наркозом. И за время этой операции потеряла несколько килограммов. Во-первых, я перед ней не ела. Во-вторых, я после нее не ела. И когда я пришла домой, я, конечно, стала существенно худее. Но худела я преднамеренно. И поэтому я объявила вам флешмоб. С чего я, друзья, начинала? С того, что талия у меня была 93 сантиметра. Весила я 78 килограммов. Значит, за короткое время, я не скажу, что прям за 3 месяца, потому что я уезжала. И во время поездки, как вы понимаете, работа над собой у меня заканчивалась. Потому что я там не знала, когда я покушаю, где я покушаю, что я поем. Поэтому, конечно же, вся работа над собой прекращалась. Я сообщала вам о своих результатах через месяц, через 2, через 3. Насчитали, у меня уменьшилась. Она 89, где-то 88-89 сантиметров у меня. А вес у меня остановился на 69-70 килограммов. Рост у меня 1,69 метра. Опять я поехала в поездку, опять все остановилось. Потому что в поездке нет такой возможности питаться так, как ты хочешь и правильно. Конечно же, я стараюсь соблюдать диету. Хотя бы не ешь запрещенных продуктов. Но получается так, что иногда их ем. Но дело даже не в этом. Вот смотрите, если у меня рост 1,69 метра, то нормальный вес человека – это уже 69 килограммов. Конечно, хочется похудеть. Моя цель – достичь хотя бы 65 килограммов. Если вы мне пишете, что Наташа, у меня будет висеть кожа, если я так похудею, как вы описываете. Ребятушки, вам не на мой вообще канал. Вам где-то на бьюти-блог, где вы занимаетесь своей внешностью и так далее. Мне главное, чтобы у меня живот не висел, чтобы у меня жировой гепатоз ушел, чтобы я могла избавиться от повышенного сахара и инсулина. Это продлевает человеку жизнь. Это дает энергию. Это дает способность жить, путешествовать. Кстати, хочу вам сказать о путешествиях. Когда мы поехали в Румынию, были там 10 дней, колесили по дорогам Румынии, останавливались в разных городах. Было много людей, которые мне писали, что вы туда поперлись вообще, что вам дома не сидится, у вас так хорошо. И знаете, я сразу представила этих людей, которые мне это пишут. Это люди, как всегда, с ожирением, с большим весом. Почему они так пишут? Потому что большой вес – это якорь. Представьте себе, что человек при росте метр 65 весит 90-100 килограммов. Он несет на себе два мешка цемента. Вот возьмите в руки два мешка цемента или в руки по два ведра воды. Как вы думаете, вам захочется куда-то поехать? Сесть в машину и махануть куда-то? Нет, конечно. Вам захочется утром сесть, наесться каши, закусить хлебом со сладким чаем или с вареньем. И на этом радость жизни вся заканчивается для этих людей. Зачем вам путешествовать? Они даже не представляют этого, потому что им тяжело ходить по кухне. У них путешествие – это в магазин за булками. Поэтому они так и пишут. Мне им удивительно, отчего я не сижу дома. А я хочу путешествовать. Если я не путешествую, значит, я не живу. Это такой мой девиз. Сказала я и пошла в магазин или поехала в Киев. Да, даже такие короткие путешествия – это путешествия. Ну, надеюсь, что я ответила вам на такие вот самые злободневные комментарии, почему я остановилась в своем похудении. Но я не оставляю, кстати, никаких усилий. Сейчас мы вернулись домой, и я стараюсь есть поменьше фруктов, хотя соблазн очень большой, потому что у меня сейчас созрело дерево, на котором сливы растут. Я очень люблю эту алычу, такая она крупная, сортовая. Я люблю эту алычу. Я, конечно же, после еды кушаю алычу. Я покупаю персики, покупала черешню. Сейчас ем голубику. Поэтому трудно удержаться, но я думаю, что мне удастся это все отрегулировать. Как это влияет на мой сахар? Ну, ни шатка, ни валка. Точно так же, как у вас. Когда-то сахар 7, когда-то 8, а когда-то он и 9. Но, знаете, я не теряю надежды стабилизировать свой сахар. Вообще-то сахар – это энергия. Это главное, чтобы он был в меру, чтобы он не зашкаливал, чтобы не было вот таких вот перепадов, что то высокий сахар, то он падает. Я стараюсь держаться на одной волне. И этого желаю живо. Мне очень интересно почитать, какие результаты у вас, чего вы достигли за это время. Мы договаривались с вами о том, что вы будете делать посыл во Вселенную, что вы хотите реально снизить свой вес, реально уменьшить свою талию. Это все приведет к тому, что снизится сахар, уйдет жировой гепатоз. Вы почувствуете энергию. Многие люди пишут, я чувствую себя вяло, у меня нет сил, я не могу ничем заниматься. Но когда начинаешь выяснять, почему это так, они мне пишут, у меня вес 130 килограммов. Я при этом правильно питаюсь. Утром начинаю с каши и так далее. Если вы утром начинаете с каши, у вас вес 130 килограммов, о какой энергии вообще может идти речь? Но тем не менее, у всех людей есть шанс измениться. Я хочу меняться, я призываю к этому вас. Ну а сейчас, ребятушки, всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok